Торговая неделя Финальный срок в июне, установленный в ходе предыдущих переговоров. Но никакого прогресса в данной ситуации не ожидается, по крайней мере, до проведения встречи Экофинт в конце этой недели. Ангела Меркель не хочет, чтобы выход Греции из еврозоны стал её наследием. Но можно ли его избежать на данном этапе? На мой взгляд, выхода Греции из состава еврозоны всё ещё можно избежать. Как вы верно отметили, госпожа Меркель действительно не хочет, чтобы Греция покинула еврозону. Она рассматривает эту ситуацию для еврозоны и ЕС в более широком политическом контексте. И она хочет всеми силами предотвратить начало кризиса. Конечно же, в правительстве Германии существует разное мнение по этому поводу. Но в итоге всё равно она будет принимать решение. Её позиция в правительстве и в партии довольно сильная. Потому какое бы решение она ни приняла, она сможет его провести в парламенте. Конечно, суммы, которые Греция обсуждает со своими кредиторами, всё ещё значительные. Кроме того, от Греции требуют сокращение пенсий и внедрение реформы налога на добавленную стоимость. Если им не удастся успешно провести очередной раунд переговоров, то им сложно будет найти сумму в 2 миллиарда евро для следующих выплат. Если всё же будет заключена сделка, будет ли это решением для долгосрочной перспективы, или же обсуждение выхода Греции из еврозоны снова могут вернуться? Риск выхода Греции из еврозоны, конечно же, может снова вернуться. Очередной крайний срок для заключения сделки был установлен 30 июня. И, скорее всего, если какая-либо сделка и будет заключена, то она не будет всеобъемлющей. То есть это не будет финальная договорённость между Грецией и её кредиторами. Это будет постепенный процесс, который предполагает многоэтапное внедрение реформ и начисление средств. Планы кредиторов по поводу реформы бюджетной сферы Греции всё ещё довольно жёсткие. И, скорее всего, эти изменения ослабят экономику Греции на начальном этапе. Соответственно, все прогнозы, которые были ранее составлены для Греции в вопросах роста экономики и так далее, станут неактуальными к концу года. То есть в конце года мы сможем столкнуться с проблемой недостачи средств и отсутствия реформ. В целом, я не думаю, что в ближайшее время они придут к какому-то однозначному решению. В долгосрочной перспективе самым главным будет вопрос о том, насколько устойчивым являются долги Греции. Скорее всего, финансирование Греции будет запланировано на ближайшие два года. Но дальше вопрос о финансировании Греции будет оставаться открытым. Эти реформы, которые сейчас обсуждают, без сомнения, очень важны. Но они не обязательно помогут решить фундаментальные проблемы экономики. Если Греция всё же выйдет из еврозоны, что будет с курсом пары евро-доллар? И что будет с валютными рынками после дефолта? Главный вопрос в том, как сильно это повлияет на уверенность в пределах еврозоны. Если же какая-то сделка будет заключена, это, несомненно, окажет положительное влияние на уверенность в странах еврозоны, а также окажет поддержку курсу евро. Что же касается дефолта или непосредственного выхода Греции из еврозоны, то это, несомненно, окажет негативное влияние на курс евро. На этой неделе также пройдёт очередное заседание ЕЦБ. Многие считают, что регулятор не предоставит никакого конкретного решения для ситуации в Греции. Но, как вы считаете, есть ли у них необходимые инструменты для того, чтобы ограничить влияние при неблагоприятном исходе, и для кого подобные риски представляют наибольшую угрозу? Я думаю, что ЕЦБ обладает необходимыми инструментами, которые помогут ограничить влияние ситуации в Греции на другие страны. По крайней мере, прямое влияние. В ходе предстоящей встречи представители ЕЦБ также обсудят экстренную помощь с ликвидностью и её объёмы. То есть они обсудят объёмы экстренного финансирования, которые могут получить банки в Греции. В целом, у ЕЦБ есть все средства для того, чтобы ухудшить текущую ситуацию. Но лично я не сомневаюсь в том, что ЕЦБ всеми силами поддержит переговоры. И они оставят неизменными или даже увеличат объёмы экстренной ликвидности, и это двинут вопрос о сокращении объёмов ликвидности до тех пор, пока не будет заключена какая-либо сделка. Но, как я уже говорил ранее, я считаю, что в ближайшее время, то есть в районе 30 июня, стороны смогут прийти к общему знаменателю. «Кристиан, было приятно пообщаться с вами. Спасибо, что уделили нам время. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы будем держать вас в курсе всех событий Еврозоны. Всего доброго!» Субтитры создавал DimaTorzok